Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Проверка на дорогах ужесточается. С завтрашнего дня вступает в силу новый регламент ГИБДД. Чего ждать водителям? Теперь не обманут. Отношения жителей коммунальных контор отныне прописаны от А до Я. Выдающаяся фотография – это не глубина резкости, а глубина чувств. Слепой фотограф из Екатеринбурга путешествует по России и делает уникальные снимки. С 20 октября, то есть уже с завтрашнего дня, в России заработает новый регламент ГИБДД. Это значит, что в жизни автомобилистов многое поменяется. Итак, внимание! Теперь инспекторам вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов. Но нельзя устраивать засады, патрульный должен быть хорошо виден всем участникам движения. При этом все свои действия полицейские должны по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов, которыми оборудованы их машины, а можно все фиксировать на камеру и самому водителю. Еще одно новшество – справок о ДТП выдавать больше не будут. Водители после аварии станут получать только копии протоколов и постановлений. Также автоинспекторы на месте нарушения ПДД не будут забирать права. Водитель сам должен явиться в госавтоинспекцию и самостоятельно сдать удостоверение. В случае принятия судом решения о лишении специального права на управление транспортным средством, водителю в настоящий момент необходимо в течение трех рабочих дней с момента вступления в постановление в законную силу сдать водительское удостоверение в органы госавтоинспекции. Если водитель не сдал водительское удостоверение вовремя, то, естественно, срок не наступает лишение. Срок переносится. И водитель уже лично должен быть заинтересован в том, чтобы раньше сдать водительское удостоверение. В пользу жителей в Самаре заключили модельный договор управления многоквартирным домом. Свои подписи в документе поставили руководители шести обслуживающих организаций. Модельный договор изработали специалисты госжилинспекции совместно с профильными общественными организациями. В нем четко прописаны права и обязанности коммунальных фирм и собственников. В нем есть также дополнительный раздел, который позволяет жителям через избранный совет дома контролировать работу управляющей компании. Раньше договор собственникам предлагали сами коммунальщики. И бывали случаи, когда документ был написан не в пользу людей. Теперь в любой спорной ситуации жители будут иметь все основания, чтобы контролировать и расход своих денег на ремонт, и требовать качественное обслуживание. Договор, который предлагает правительство в Самарской области, максимально защищает права и интересы жителей. Максимальный объем контроля за расходованием средств, за действиями управляющей компании. 700 самарских семей переселят из аварийного жилья до 20 декабря. Более 500 квартир муниципалитет уже приобрел. 200 в Волгареи еще строятся. На заседании общественной палаты обсудили, как в регионе работает программа переселения людей из ветхого аварийного жилья. Сейчас справлять новоселье готовятся жители домов, которые признаны аварийными до 2012 года. По остальным пока программы нет. В общественной палате предлагают выходить на правительство России с инициативой продлить работу Фонда содействия реформирования ЖКХ, чтобы в перечень включить дома, признанные аварийными с 2013 по 2016 годы. Органы местного самоправления в свое время неохотно признавали дома аварийными, понимая, что раз они признают дома аварийными, необходимо переселять жителей. А средств на переселение у них не было. Поэтому они всячески затягивали эти процессы. Но после того, как появился Фонд содействия реформирования ЖКХ, он дал отмашку, что все дома до 2012 года он берет на себя. То есть он готов их поддержать финансово. А вот что касается с 2013, допустим, и последующие года, вот здесь вопрос очень серьезно стоит. Я думаю, что правительство Российской Федерации все-таки согласится на то, чтобы вот эта программа была продолжена. Потому что без нее ни один орган местного самоправления проблему эту не решит. Неприкасаемых нет. Борьбе с коррупцией было посвящено большое совещание в правительстве области. Больше всего беспокойство вызывает агропромышленный комплекс. Это подтвердила и проверка прокуратуры. За последнее время возбуждено 15 уголовных дел. Практически все они по статье «Мошенничество при получении выплат». Основная причина, по мнению специалистов, слишком сложная система подачи заявок на гранты. Еще одна частая проблема для сельских районов – указание недостоверных или неполных сведений о доходах. По данным прокуратуры, в 2016 году выявлено 767 должностных лиц, неверно заполнивших декларацию. По мнению в Рио губернатора Дмитрия Азарова, с государственными служащими, особенно в муниципальных районах, необходимо провести антикоррупционный ликбез. Главное, контроль должен быть одинаковым, как для сельских чиновников, так и для городских. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил коррупцию в один ряд с терроризмом, как основную опасность, угрожающую национальной безопасности России. И мы с вами это наблюдаем, к сожалению, при этом понимаем, что неприкасаемых нет. Мы видим, что ответственность несут в том числе чиновники, руководители на всех уровнях, как на федеральном, региональном, муниципальном. И понятно, что задача, которую ставит президент, она нацелена на полное оздоровление общества от коррупции. Число участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи превысило 25 тысяч человек. В пятый день главной темой фестиваля стал Ближний Восток. Участники дискуссии и мастер-классов обсудили вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Одним из самых ярких событий стало выступление австралийца Ника Вуйчича. Из-за врожденного заболевания у него нет рук и ног, на своих лекциях он рассказывает, как, несмотря на инвалидность, вести активный образ жизни и не впадать в отчаяние. В работе фестиваля принимает участие представительная самарская делегация. Молодые люди стараются посетить все важные встречи. Так, студент СГЭУ смог в один день задать вопрос официальному представителю МИД Марии Захаровой и послушать выступление министра экономического развития России Максима Орешкина. На фестивале выступил председатель общественной палаты Самарской области Академик РАН Виктор Соефер. Он рассказал об истории развития аэрокосмической отрасли. Атмосфера мне очень нравится, много молодежи, молодежь интересуется. И правильно сказал Владимир Владимирович Путин, все в конечном счете в руках молодежи. Наверное, молодежь это чувствует. Проходит очень большая культурная программа театра, выставки, спектакли. Но пока как-то не получается туда попасть. Большое количество вип-гостей, все-таки международное событие. И лично я использую вот этот шанс, чтобы с известными спикерами пообщаться. Далее, коротко о других событиях дня. ЧП в Самарском метро. На станции Алабинской вагоны сошли с рельсов и загорелись. Такова легенда масштабных учений в метро. Этой спецоперацией силовики не ограничатся. МЧС планирует масштабные учения. Они пройдут с 24 по 27 октября. И затронут Самару, Новокуйбышевск, а также поселок Водино Красноярского района. Подробности не сообщаются. Известно только, что это будут, цитата, «практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Глава Нефтегорского района задержан еще на 72 часа. Такое решение принял Самарский райсуд. Напомним, Владимир Корнев, по версии следствия, в 2010 году помог застройщику оформить разрешение на строительство. А за это получил квартиру в строящемся доме на улице Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тысяч рублей. Под Самарой нашли 2 килограмма метилэфедрона. Сотрудники госнаркоконтроля задержали 32-летнего жителя московского региона. По версии силовиков, он прятал запрещенные вещества в тайниках на территории Самарской области. Одну из таких закладок стражи порядка обнаружили в лесу около села Зеленовка Ставропольского района. Другую – недалеко от поселка Новосемейкино Красноярского района. В найденных пакетах находилось почти 2 килограмма наркотика N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело. Электричка сбила 54-летнего Самарса, когда тот переходил железнодорожные пути. Инцидент произошел в районе станции Стахановская. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Предварительный диагноз пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана теменной области и сотрясение головного мозга. Подробности случившегося устанавливаются. К чемпионату мира на базе Самарской станции скорой помощи построят единый диспетчерский центр. Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, поэтому вызовы будут принимать без ожидания. Одним из первых шагов стала выдача сотрудникам экстренной службы раций. Единый диспетчерский пункт позволит оперативно управлять бригадами. Так, во время чемпионата мира 2018 планируют задействовать 27-29 дополнительных экипажей скорой помощи. На городской линии их число увеличат до 60. Для этого наймут дополнительных работников. Напомним, во время матчей на стадионе Самара-Арена будут работать 180 медиков. Сейчас они тренируются оказывать помощь во время чрезвычайных ситуаций на объектах Мундиаля. Военные рифмы. 25 самарских школьников стали лучшими на литературном конкурсе полководца Победы. Он проводится в преддверии парада 7 ноября. Стекотворение собственного сочинения, эссея, интервью с ветераном. Всего жюри оценила свыше сотни работ. Алина Чемерес тоже прониклась. 41-й год потерь и страха Заревом кровавым пламенел Двух парней в растерзанных рубахах Выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый Все при нем и силушка, и стать А за ним второй Пацан без усы Слишком юный, чтобы умирать Стихотворение о войне, известных поэтов и свои авторские лауреаты литературного конкурса под названием «Полководцы Победы» сегодня получают награды. Эссе, очерки и стихи лучших выбирали в трех номинациях. Были и те, кто выбрал оригинальный жанр. Интервью с ветераном. Декабрь 42-го года я попал в миссия дивизии, привыкованный в город Сталинград, участвовал в боях. Конкурс «Полководцы Победы» проводится в преддверии Парада памяти, который состоится 7 ноября на площади Куйбышева. Впервые такое литературное состязание проводится на городском уровне. Своя работа представили 130 участников со всей Самары. Победителями стали 25 человек. Дети, конечно, приложили колоссальное усилие, чтобы написать свое авторское стихотворение. Очерки были хорошие, хорошие ссы были. Такие стихи читали. Наплакались мы, потому что дети настолько искренне. Настолько они прониклись вот этими военными произведениями. Ну, я не знаю. Вот здорово было. Также в Самаре проводятся конкурсы сочинений, агитбригад, школьных музеев и изданий. Уже завершился конкурс рисунков. По словам организаторов, знакомясь с историей, которой гордится каждая семья, дети становятся более чуткими. Они более бережно, наверное, относятся, во-первых, к пожилым людям, к ветеранам, которые отстояли нашу и их свободу и независимость. Они более бережно относятся к своей родине. Они думают, чем ей помочь. Они становятся интеллектуально более развитыми. Ребята творчески раскрываются. То есть мы таким образом раскрываем таланты и развиваем их дальше. Победитель городского этапа конкурса отправится представлять Самару на региональном уровне. Областные творческие состязания среди школьников пройдут также в преддверии Парада памяти. Татьяна Дмитриева, Алина Чемри с Василием Колдашов. События. У него нет возможности видеть, но есть возможность показать. Слепой фотограф из Екатеринбурга Александр Журавлев сегодня снимал самарские пейзажи. Вырученные от продажи фотографии деньги идут на помощь незрячим людям. О человеке, который смог преодолеть обстоятельства и себя самого. Материал Инессы Панченко. Создание этих уникальных фото отчасти дело техники. Смартфон может сам настраиваться на резкость и выбирать режим. И все же фотограф больше доверяет чувствам. Ориентируется на шелест листьев, звук тающего снега, ощущение земли под ногами. То, что зрячему человеку неведомо. Александр Журавлев потерял зрение в 11 лет. Не полностью. Осталось 2%. Он видит вокруг серый туман и смутные очертания. Увлечение фотографией – это потребность Александра делиться внутренним миром. Мне хочется показать это шире и больше людям. Что видеть можно шире, больше, ярче и красивее. Несмотря на зрение, несмотря на еще что-то. У каждого из нас огромный внутренний потенциал. Александр много путешествует. Сначала на электричках по России, затем самолетом в Индию и Польшу. Сейчас он получает психологическое образование в университете. Недавно состоялась большая персональная выставка его фоторабот в Москве. Пройдя непростые стадии принятия жизни в тумане, мужчина понял – наши комплексы внутри нас. Не важно, есть зрение или нет его, есть слух или нет его, повреждения центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата. Это не важно. У всех свои особенности. И вот с этими особенностями как раз-таки нужно в этом мире жить. Александр давно мечтал побывать на Волге, в Самаре. Его впечатления мы увидим в новых фотоработах. А уже в начале ноября он отправится в Корею. Международный олимпийский комитет предложил ему стать факелоносцем огня в честь предстоящих зимних олимпийских игр. Не страшно, когда природа и погода раскрашивают мир в серый. Страшно, когда твой внутренний мир теряет свет. Возможно, эта философия слепого художника позволит нам увидеть привычные пейзажи в непривычном ракурсе. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим выпускам. 400 звонков в час в таком режиме отработала прямая линия приемной президента по отоплению, когда тепло придет в каждый дом. Серые рантье. Как заставить синевой рынок аренды жилья в Самаре работать легально. Искусство лечит. В онкодиспансаре открылась выставка детских рисунков. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин